Утром первого, мы на месте. Тремя на заработал, включили эту сколу поезды. Узов принят, уезжаем. Примерно в полночь на пульт 102 поступило тревожное сообщение с поселка Забадам. Звонивший мужчина сообщил полицейским, что неизвестный на улице бросил гранату. На место вызова по тревоге выехали сразу несколько патрульных экипажей полиции. Мужчина подошел просто, ударил одного мужчину. И потом я увидел у него в руке типа гранаты. Я вообще тут тоже служил. Он забрал у него с руки и убежал. Мы ему помогли просто. Очухались, спросили и сразу полицию вызвали. Подозреваемого в незаконном ношении оружия полицейские задержали через несколько минут по приметам, которые сообщил заявитель. Впрочем, сам задержанный отрицал свою причастность к происшествию и сказал, что его стражи порядка беспочвенно задержали на улице. Этот человек меня задержал просто на улице из-за того, что я выпил. Он думал, что у меня есть наркотики. Больше мне добавить нечего. Заявителя, сообщившего происшествие подозреваемого, полицейские доставили в Альфа-Рабийский отдел полиции. Сейчас следователи этого РОВД ведут досудебную проверку. А вечером примерно в половину седьмого на пульт дежурного противопожарной службы поступило сообщение о возгорании частного дома на улице Майлы-Клажа. На место вызова уже через несколько минут выехали три спецавтомашины и 17 человек личного состава. По прибытию пожарных огнем была охвачена крыша частного дома. Благодаря оперативным действиям сотрудников противопожарной службы удалось не допустить распространения огня на соседние постройки. Всего же на ликвидацию пожара у специалистов ЧАЭС ушло чуть больше получаса. К счастью в происшествии никто не пострадал. Причины возникновения огня и суммы нанесенного ущерба выясняют дознаватели Микшинского управления по чрезвычайным ситуациям. Днем дорожно-транспортное происшествие случилось на проспекте Кунаево. Здесь столкнулись автомашины Тойота и Митсубиси. Оба автомобиля ехали в одном направлении, двигаясь от проспекта Рыскулова к улице Желтоксан. На мосту на пересечении с улицы Мадали-Клажа водитель Тойоты, двигавшийся по правой полосе, стал поворачивать налево, не пропустив проезжавший Митсубиси. К счастью, в результате аварии никто из людей не пострадал, но машины понесли материальный ущерб. Степень вины водителей сейчас устанавливают инспекторы дорожно-патрульной полиции. Транспорт первого, ты на месте. Ты на нас заработал, пущи, или ты, то сколок вылезнен. Изопринято, выезжаем.